Четырёхлетняя Алиса стала первым ребёнком, который зарегистрировался на рейс в новом терминале Черемшанка. Теперь авиакомпания выделит ей и её маме ещё одно место в самолёте, чтобы посадить двухметрового плюшевого медведя, который девочке достался в подарок. Она с мамой часто летают местными рейсами и новый терминал семью приятно удивил. Очень приятно находиться здесь. Было хуже. Стало, конечно, очень красиво, комфортно. Удобные сидения, стало больше пространства для пассажиров. Нравится. После того, как терминал почти полностью уничтожил пожар, в 2011 году власти долго решали, стоит ли его восстановить. И вот спустя семь лет абсолютно новый аэровокзал готов. Вся реконструкция обошлась в 100 миллионов рублей. Её завершили всего за год. Теперь здесь есть удобный зал вылета с мягкими креслами на 80 человек и кондиционерами, комната матери и ребёнка, буфет и все современные системы безопасности. Из минусов мы заметили, что пока здесь нет Wi-Fi, но эта мелочь не промешала открытию. Старый терминал в год принимал 15 тысяч пассажиров. Сейчас пассажиропоток возрастёт больше, чем в три раза, уверен директор аэропорта. В первую очередь, а это порядка 95%, это социально значимые направления по северам Красноярского края. Будут, может быть, какие-нибудь транзитные с запада на восток рейсы или с востока на запад, мы пока их не рассматриваем. Но если какие-то авиакомпании решат, что им будет удобно у нас делать промежуточную посадку, это в первую очередь касается региональных авиалиний, небольших воздушных судов, то мы будем рады всех видеть. Посмотреть новый аэровокзал приехал и временно исполняющий обязанности губернатор Александр Ус. Он прошёл по всем помещениям нового здания, пообщался с пассажирами и остался доволен. У вас никакой же неоптимистичный? Оптимистичный на вылете у нас. Хочу выразить надежду, а может быть и уверенность, что и наши местные аэропорты будут восстанавливаться один за другим, поскольку авиационное сообщение – это жизненно важная вещь для такого огромного региона, как наш Красноярский край. Поэтому из тех аэропортов, которые сегодня действуют, в ближайшие три, максимум пять лет, нам необходимо модернизировать всю сеть с тем, чтобы и этот опыт строительства, реконструкции там был использован. Новый аэропорт Черемшанка с новыми силами принимает на себя местные рейсы по краю. В планах у руководства расширить маршрутную сеть и привлечь новых перевозчиков. Тогда билеты на самолеты и вертолеты станут еще доступнее. Антон Шевчук, Андрей Ткачуков, Фондова Новости.